Сейчас вот мы идём до железной дороги. Если у нас здесь нет поезда, то тогда мы можем спокойно перейти. Перешли пути за лесом, ещё у нас три таких препятствия. И потом ещё минут 20 нам до остановки. Такой квест жителям советского района нужно проходить каждый день. Это единственный путь до ближайшей остановки. Есть маршрутка номер 74, но останавливается она в трёх километрах от посёлка. Поэтому бабушки, школьники и взрослые штурмуют железнодорожные насыпи. Ну а если посчастливится встретить по пути состав, можно застрять на выезде на целый час. Бабушки у нас добираются, например, в поликлинику в пять утра. Они встают и топают. У меня вот ребёнок в колледж ходит, постоянно тоже под поездами лазит. Потому что пройти невозможно. На возмущение жителей чиновники отреагировали оригинально. В Миндоре заявили, что не могут запустить в посёлок транспорт, пока не починят дорогу. Но в этом-то и кроется загвоздка. Ведь денег на убитую трассу чиновники не дают. Водители ушатывают здесь подвески, школьные автобусы глохнут. Плюс разбитый асфальт регулярно добивают грузовики цементных заводов. Колдобины убиты, разбиты. Вообще бетонка полностью разбита. Через два дня приезжают, засыпят дороги какой-нибудь грязью. Через два дня дожди прошли, всё смыло. После многочисленных жалоб и обращений в старосмолинские карьеры нагрянули с инспекцией. Дорожники даже привели замеры, заверив челябинцев, что в скором времени сделают остановку. Но спустя два месяца ни рабочих, ни обещанного комплекса поблизости не появилось. Отрезали от всего. И отрезал и городской, как сказать, комитет. И районы, и все. Как будто нас вообще нет. В комитете дорожного хозяйства отчитались, что руководство в курсе ситуации. Уже даже есть предложение продлить до посёлка 74-й маршрут, когда дорогу доведут до ума. Но ждать транспортного сообщения придётся не раньше 2025 года. В настоящее время план мероприятий по ремонту дорог на 2024 год сформирован и реализуется в рамках выделенного финансирования. Вопрос дальнейшего ремонта указанного вами объекта будет рассмотрен дополнительно при формировании плана мероприятий на 2025 год. Так что этим летом и зимой челябинцам, похоже, придётся продолжать свой ежедневный бег с препятствиями. В конце концов, по мнению чиновников, прогулка на свежем воздухе ещё никому не вредила. Да и всегда есть надежда, что потенциальные несчастные случаи на путях могут и не случиться.